Продажи Сузуки Джимни четвертого поколения стартовали в Японии еще прошлым летом. До нас же харизматичный рамный внедорожник добрался лишь сейчас. Из ключевых новшеств дополнительные электронные ассистенты и полуторалитровый мотор, который пришел на смену двигателю объемом 1,3 литра. Бензиновый атмосферник сочетается с пятиступенчатой механикой или четырехдиапазонным автоматом фирмы i-SIM. Дизельных модификаций у Джимни нет. В основе внедорожника лежит рама лестничного типа, которая стала в полтора раза жестче прежней. Полный привод подключаемый, мосты неразрезные, а в раздаточной коробке есть понижающая передача. Комплектаций всего две. В базовую включена пара подушек безопасности, кондиционер и обогрев передних кресел. В более дорогой есть климат-контроль, мультимедийная система и светодиодные фары. Обивка сидений всегда тканевая. Новый Suzuki Jimny почти на 200 тысяч рублей дороже своего предшественника. Стартовая цена автомобиля в базовом исполнении GL 1 миллион 359 тысяч рублей. Наш план на 2019 год – это рост практически на 30%. То есть нам нужно усиливать свои позиции во второй половине года. Нам этому поможет и выведение на рынок нового автомобиля Jimny, и усиление специальных предложений для наших клиентов. В прошлом году в России продано чуть менее полутысячи Jimny. План на неполный 2019 год – 600 машин. Кроме того, российский офис Suzuki обдумывает вывод на рынок моделей Balena, Ignis и Swift. Это те модели, которые находятся у нас в рассмотрении. Мы с штаб-квартирой проводим переговоры по возможности выведения их на рынок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова